В день знаний 17 миллионов ребят продолжат обучение, а почти 2 миллиона первоклашек впервые переступят порог школ. Новый учебный год начнется в очном формате, с праздничными линейками, но с соблюдением всех мер безопасности. О том, что ждет детей, родителей и учителей с 1 сентября, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поговорил с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Мы с Роспотребнадзором впервые в этом году подписали совместное письмо регионы, как должен быть организован учебный год. Значит, это такие рекомендации в дополнение к требованию Роспотребнадзора, но уже адаптированные для системы школьного образования. Так, в первые две недели обучения будет организован постоянный мониторинг здоровья детей, чтобы в случае заболевания предотвратить вспышку коронавируса. Если все же школа уходит на карантин, образовательный процесс продолжится онлайн. Кроме того, для учителей будут предусмотрены дополнительные выплаты за классное руководство. Мы договорились с Федеральной налоговой службой, мониторинг, и договорились еще с казначейством, у нас есть соответствующее письмо, что эти выплаты будут отдельные от зарплаты. Вот это очень важно. Еще одно важное решение. В рамках национального проекта принято технически оснастить все сельские школы. За четыре года, вот сейчас планируем здесь, бюджетом, значит, будем 27 тысяч сельских школ поставить оборудование, либо класс физики, либо класс химии, либо класс трудового обучения, ну то, что школе необходим. Особое внимание учителя уделят в исполнению знаний по темам, которые выпали на последнюю четверть, на самоизоляцию. Поэтому первое время оценки выставляться не будут. На встрече также обсудили обеспечение горячего питания и санитарной обработки помещений в школах. Я буквально сегодня подпишу письмо всем руководителям региональных отделений, чтобы контролировали и качество питания, и любые сигналы, которые могут поступать от родителей с точки зрения здоровья детей. И выплаты по пять тысяч за класс руководства. Все это мы сделаем. Депутаты «Справедливой России», как всегда, продолжают отстаивать интересы работников образования на федеральном уровне.